МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас вятая служба информации телерадио компании Гомель. У студии працует Наталья Игнатенко. Глядите ухэтым выпуску. Стратегичная культура. Кукуруза на збожи в регионе убрана на третью площадь. У центра уваги конституционное реформование. Диалоговые пляцовки протягивают работу. Усёй планеты молодь. У Беларусским хандлево-экономичном университете провели фестиваль национальных культур. А зараза, обгад и меньшим, больше подробязна. Скласти полную картину об наступствах учарашней авары на Светлогорском ЦКК покуль немагчима, означают представники официальных ведомств. Необходно дочекаться выника у усех проводимых экспертиз. И только тогда охучивать информацию, полную и докладную. Нагадаем узгаранье отбылось у понеделок приблизно у 11 годин ранецы. На Светлогорском целелозно-кардонном комбинате прогрымял выбух. После чего огонь охапил резервуар с гаручим. У ёмистості объёмом 200 кубичных метров знаходзіўся талавы алей. Пажар локалізавали. На гэта спатрэбілася калях адзіны. После паўны часа жыцявляўся палі у ёмистості для снижения температуры ваткости. А крімя воротовальников, на место одразу выехали и экологи. При обследовании места аварии установлено разлив талава масла, локализован в бетонных ограничителях, ограждающих ёмкость. Охлаждающая ёмкость воды отводится все эти канализации на территорию предприятия с последующей подачей вод на существующее биологическое очистное сооружение предприятия. Из выпуска поверхностных источных вод воды отсутствуют. При визуальном осмотре места выпуска источных вод после биологических очистных сооружений в реке Березина масляной плёнки, а также пены не зафиксировано. Суместно с экологами на месте працавали и специалисты группы мониторингу на вакольных асяродзе Белдзержгидромета. Проведенный отбор проб атмосферного поветра на меже санитарно-оборонной зоны. Вызначались шесть показчиков. Только по одному утрымливанию формальдегида означено невеликое перевышение нормативу. Однако грубым порушением гэта не назвать. Подстав для паники нема. Специалисты у тымлику областной санитарной службы протягивают садшись за ситуацией. Призначены додатковые отборы проб. На Гомельщине протягивается уборка кукурузы на збожжа. Зараз ответные работы проведены на третьей поселных площах. Як чакается присприяльным на двор, и полностью кукуруза будет убранная до конца месяца. На палетке выехали наши корреспонденты. По уборце кукурузы на збожжа Мазырский район сярод лидеров. Работы тут проведены прикладно на 90% площу. И когда меркать по их темпах, комбайны вернутся на мех дворы в ближайшие дни. В уголе для Гомельской области кукуруза культура стратегичная, от которой напрямую залежат выники работы живелого-годовчего комплексу. В ученые стверждают, у ее столько витаминов и минералов, что заменить ее немогчима. У вытворчей лаборатории экспериментальной базы «Крыничная» и «Якость кукурузы», что привозится сельга с предприемствов, контролируют постоянно. Прикладно, за полгодины специалисты робят так званый першесный анализ. После чего сбожжа примут на перепросовку, ци отправятсь назад. Правда, селита претензий до господарок не было. Мы осуществляем входной контроль, определяем показатели влажности, чистоты, жизнеспособности. Если вдруг по какому-то показателю идет несоответствие, значит, мы выбраковываем эту партию семян. В этом году такого не было. Мазырский кукурузно-калибровочный завод – предприемство, которое занимается нарыхтовкой насенья. Первая шарга была уведена в эксплуатацию в 2005 году. До этого все насенье набывалось только за межами Беларуси. Зараз завод працует в круглосуточном режиме. Необходно не только принять сбожжа от господарок, а и перепрасовать его для дальнейшего использования. Миновата, это насенье будет использовано в следующем году в качестве поселного материала. На предприемстве обещают выполнить все заказы. Хоть все летний уроджай оказался крыху меньше за летний. Когда в основном были заморозки, сдавалось, что кукуруза в уголе загиня. Но проведенные агротехнические мероприемства позволили максимально выправить ситуацию. Технологические приемы позволили нам, не взирая на все катаклизмы, в этом году примерно обеспечить валовый сбор семян кукурузы. Чуть менее прошлого года, в пределах на 90-95%. И поэтому сказать, что мы в отчаянии, нет. Мы уверенно, стабильно работаем. Олег Сенцеров, Ольга Коновалова, Евген Макенко, телерадиокомпания «Гомель», Мазырский район. Конституционное реформование и партийное будовництво. Проведение диалоговых пляцовок протягивается. Сегодня отбулось и черговое посаджение у «Гомели». В зале «Гомельского областного громадского культурного центра» собрались и представники улады разных узровняв. Юристы, представники политичных партий, а так само ученые. Навуковая суполка не первый год обмерковывает махчимость унесения измену Конституцию. Жито не стоит на месте, тому правовые и нормативные документы потребуют адаптации под иснуючие реалии. У лекопытания у державная мова, семейные каштонности, их правовые аспекты, проблемы грамадзянской супольности, измены у структуры судовой, законодавшей и выканавшей улад, их соотносины. У каждого зудельника есть уластные пропоновы для обмеркования. Структурирование органов местного управления и самоуправления, поскольку мне эта тема ближе. И я считаю, например, есть разные оппозиции по поводу соотношения исполнительной и исполнительной власти и гражданского общества, местного самоуправления в том числе. Я считаю, что его нужно больше поддерживать, необходимо вносить изменения в закон о местном управлении и самоуправлении и не только в закон, но каким-то образом активизировать все-таки наше население. Спикеры подкресливают основное мета-сустреч, продемонстрировать громадскости в приоритете мирный диалог. У переломные моменты развития краины пошук компромиссов, необходность. Сегодня мы показываем, что существует и необходимо обсуждать все эти степени развития нашего, как правого, так и в целом общества, на мирных площадках, где собираются профессионалы, люди своего дела, специалисты, для того, чтобы в дальнейшем общество наше жило под тем правилами, которые будут закреплены в основном законе Конституции. Сегодня будет выбираться мнение всех людей. Сегодня в Гомеле прошла научно-практическая конференция, просвеченная истории белочервоно-белого стяха. Особливую увагу звернули на его выкористание во время Великой Айчинной войны. Интересы, наверное, до этого периода не выпадковы. В Беларуси еще много людей, которые хорошо памятают в тот час. На думку организаторов, сегодня необходимо больше активно расслумачивать людям, в первую очередь молодым, який ассоциации повинен выкликать в таки стях. Инициатором проведения конференции выступил прокурор в области Виктор Морозов, який уапошний час деталево займается выучением материалов о выкористании националистической символики коллабрационистами. А про чатахо зараз на Гомельщине означаются спробы реабилитовать полицая, которые допомагали оккупантам под белочервоно-белым стяхом и были покораны после вызволения территории Червоной армией. Могу даже показать приговор военно-полевого суда, который состоялся в Чечерске, 120-й стрелковой дивизии. Он датирован мартом 1944 года, когда трое полицая с бандой так называемой Буглая, а их немцы называли Белый легион, которые прикрывались белокрасной белой символикой, и которые на территории нашей области уничтожили около трех тысяч населения. Целый месяц шло следствие, и живые свидетели, уцелевшие жертвы вот этих преступлений, изобличали преступников. Вот такие суровые приговоры, и я считаю, сегодня будет не лишним напомнить нашим людям про то суровое время и то, что сегодня молодежь выходит под белокрасно-белыми флагами. Пускай знают, что для людей военного поколения это было равноценно свастики, которую на флагах немцы помещали. Усей планеты молодь. В Белорусском хандлево-экономичном университете с поживецкой кооперацией пройшел фестиваль национальных культур. Все лета его просвятили традициям краин Африки. С удельниками святосустрелась Ганна Корольчук. Зараз у Белорусском хандлево-экономичном университете с поживецкой кооперацией вучатся амаль 150 замежных студентов с 12 краин света. Сама ВНУ першепочатково формировалась як интернациональная установа. В советские часы сюды запрошали выкладчиков и молодь из усих краин СССР. Однако у последних годей вектор супрацовництва сместился на далекое замеже. Наприклад, зараз у кооперативным вучатся студенты из Израиля, Ливана и Сирии. А селита выросла колька студентов из Африки. Мы выходим на новые рынки, и это важно для нашего развития, для взаимного обогащения культурами. Ежегодно мы проводим такие фестивали замечательные, интернациональные. И как раз в этом году наши студенты из Африки сами выступили с инициативой для того, чтобы расширить знания наших белорусских студентов об их странах. Инициаторы проведения свята – хлопцы и девчаты из трех краин – Марокко, Конго и Гвинеи. Замежные студенты подрактовали для белорусов творчие номары, как презентовать свою культуру и традиции. И они рассказывали гостям фестиваля про свою родимую, ее историю и сучастность. После залу наполняли колоритные африканские спевы. Такие мероприемства организуют, как допомоги замежным студентам интегроваться и худшие завести новых сябров. С початку учебы прошло совсем не шмачасу, а ледь девчата и хлопцы отзначают – белорусы – вельми гостинный и добрый народ. Давида Сумани приехал с Конха. На родиме хлопцы чекают властный бизнес у сферы финансовых послуг, а тут ее натремливая веда и в опыт. Я уже 7 месяцев в Беларуси, из Конга. Я учусь в БТУ, магистратура. Я учусь в Беларуси, потому что у меня много друзей в Беларуси. Они мне рассказали, что здесь лучше, чем другие страны. Я не знал, что здесь есть очень много возможностей для студентов. И я очень рад учусь и жить в Беларуси. У свою чергу белорусские студенты не застались в Баку и так само представили творчие номеры с национальным колоритом. Ханна Корольчук, Валерия Гапанько, телерадио компания «Гомель». У картины галеры Гаурила Вашченки открылась интерактивная выстава «Дом великана». Кожен наведовальник может убачить знакомые предметы, повеличенные в десятки разов. Особливо она будет интересная, хлопчикам и девочинкам, которые мара тщут себя гулливером в Украине великанов. Альбу Алисой в Украине цудов. В зале можно посядеть на канапе, величиняюсь грузовик, убачить тюбик зубной пасты по мерам зложек, а в банку сгущенного молока легко забраться целком. Это справедливый аттракцион для детей. Все экспонаты можно кранать и фотографовать. При творении речи выкрыстовывались композитные материалы, которые часто уживаются у сучасной городской скульптуры, у основанных шклопластик. Уход пошли так само древа, поролоны и тканина. Трудно удивить людей уже. Нужно придумывать что-то новое, интересное. Идея пришла из фильма. На самом деле это фильм про Алису в стране чудес, где вещи меняют свои размеры, меняют свои свойства. Мы придумали вот нечто такое, в такой форме. Но для того, чтобы это было как можно ближе к людям, к любому слою населения, мы придумали сделать обычные бытовые предметы, которые мы каждый в своем доме видим каждый день, но в необычном размере. И я вам скажу, удивляются все. Интерактивная выстава приехала в Гомель, Санкт-Петербург, и наведать ее можно до студеня. Креасауна, бассейн, кедровая бочка. Что может быть лучше, чем побаловать себя расслабляльными процедурами после напруженного дня. У спортсменов, которые занимаются в Гомельском областном центре Олимпийского резерва, по паралимпийских и дефлимпийских видах спорта, усек об не только пленно тренироваться, а и поправить здоровье и снять втомленность. Марина Северьянова с подробностями. Яна – слабоведущая с другой группой инвалидности. Проблемы со зроком, с детинства. Але у девчонки столько энергии, что вести замкненный ладжитя, как часто бывает с неведущими людьми, не у ее характера. Яна – замужем, муж так само инвалид по зроку. А вот их 11-годовый сын Макар на счастье башит добра. Одразу за мать и с татом. Четыре годы тому девчонка вырешила прийти в спорт. За этот час, занимающийся настольным теннисом, отримала шмат узнагород, которые далі стимул жить и развиваться далее. Але разом с этим спорт забирает и шмат сил, которые нужно обновлять. В центре Олимпийского резерва для этого множество приемных и эффективных процедур. Тренировки у нас проходят 4-5 дней в неделю по 4-5 часов. Это возле стола. Поэтому нагрузка идет большая на ноги, на спину. И мы с удовольствием переходим в наш медцентр, чтобы пройти какие-то расслабительные, расслабляющие процедуры. Кресло массажное, кушетка массажная, в том числе. Вот ваше любимое? Что? Массажист. Катерина Поплауско – майстер международного класса по легкой атлетице. Поколе я семигодовая дыржка тренируется в бассейне, мать расставляется у кедровой бочцы. 15 хвилин – и ты абсолютно новый человек, каже Катерина. Дороги отримать процедуры, поплавать в бассейне, отпочить у саунах, могут все ожидающие. Со своими сынами, Мишей и Давидом, сюда пришла гомельшанка Марина. Поколь старший сын отправился на занятки в бассейне, девчина записалась на массаж. А в это время, пока плавает старший сын? Я пришла на массаж. А вообще я еще заметила на третьем этаже тренажерный зал, поэтому очень хочу туда еще попасть, чтобы с пользой провести время. Головное призначение здоровьяншего комплекса центра – реабилитация спортсменов. Их в двух отделениях по дефлимпийских и паралимпийских видах спорта свыше 200 человек. Они занимаются вольной боротьбой, волейболом, плаванием, легкой атлетикой, шоу-дауном, лыжными гонками и иншими видами спорту. И постоянно обороняют спортивный гонор регионной краины на споборництвах разных узровнях. Марина Северьянова, телерадио «Компания Гомель». Это и так само иншая новинная информация об проектах телерадио «Компании Гомель» вы можете найти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершенный. Всех от добрых. До новых встреч в эфире. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Николай Скинтиян. Здравствуйте. Начнем с трагической новости. В Жлобинском районе 7-летнего мальчика убило электрическим током. Ребенок проник на территорию подстанции, расположенной в деревне Малевичи, сообщили в «Гомель Энерго». Ребенок приблизился на недопустимое расстояние к проводам воздушной линии электропередачи – 10 кВт – и был поражен разрядом. Территория подстанции была закрыта и огорожена, уточнили в организации. Проводится проверка. К другим новостям. В Жлобине наркоконтроль задержал любителя марихуаны и грибов-галлюциногенов. Урожай травки 40-летний мужчина хранил в трехлитровой банке, а для большего эффекта добавлял в смесь грибы поганки. Эксперты дали заключение о том, что изъятое вещество – это марихуана весом 570 граммов. Изъяты также приспособления для просеивания смеси и устройства для курения дурмана. В «Гомеле» водитель автомобиля «Каршеринга», уходя от погони ГАИ, так резко вошел в поворот, что чуть не потерял пассажира. Тот едва удержался после того, как на ходу у машины открылась правая передняя дверь. Погоня началась на улице Хатаевича. Водитель, который арендовал авто, прибавил газу, увидев экипаж ГАИ. На требования об остановке не реагировал. Сотрудникам пришлось связаться со службой поддержки «Каршеринга» и сообщить о необходимости дистанционной остановки машины. Здравствуйте, капитан Маченко. Здравствуйте. Здравствуй, с вами Ленина. А куда ехали так? Да, просто с другой на линии. Я понимаю, так разанули, что чуть друг ваш не выпал. Чего он дверь открывает на ходу? Да, телефон упал просто под сиденьем нижнее. У кого? У вас? Нет, у друга. Ну? А сами откуда едете вообще? Мы у него на квартире были. Ясно. Машину кто снимал? Девушка моя. Где девушка? Она на квартире. Она на квартире? Да. А у вас права есть, что вы ездите на автомобиле? Вообще нет прав? Мужики, извините. Я понял. Правонарушителем оказался 19-летний бесправник, находившийся за рулем в нетрезвом состоянии. Каршеринговый автомобиль арендовала его девушка. А они с другом решили на этом авто съездить в магазин. Нарушителя ждет крупный штраф. Следующий герой нашего сюжета, напротив, сразу остановился по требованию инспекторов, но вынужден был призвать их на помощь. Автомобиль «Форд», которым управлял мужчина, загорелся в тот момент, когда к нему собирался подойти инспектор. Согласно правилам, сотрудники отогнали от места ЧП патрульный автомобиль. А потом, вооружившись огнетушителями, пришли на помощь автомобилисту. Пламя, которое было под машиной, удалось вовремя нейтрализовать. За прошедшие сутки на территории Гомельской области было два пожара. Погиб один человек. Это было во время чрезвычайного происшествия на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате. А в Лельчицком районе спасателям поступило сообщение о возгорании кирпичного гаража. Повреждены стены и потолочное перекрытие. Пострадавших нет. Рассматриваемая причина пожара – нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Николай Скинтиян. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. В Гомеле проходит областное первенство по баскетболу. В турнире участвуют 6 юношеских команд 2007-2008 годов рождения. Кроме гомельчан – это сборная Светлогорска, Речицы, Калинковичи, Чечерской и Кормы. Более сильная команда, конечно, это была Речица. Мы с ней сыграли, выиграли. Ну и в финале будем играть со Светлогорском. Тоже не слабая команда. Завтра будем играть. Ну, я думаю, там проблем никаких не составит. Поэтому я думаю, что первое место займет все-таки Гомель. По итогам соревнований выберут лучших спортсменов. Они будут сформированы в сборную области и представят наш регион на республиканском турнире, который стартует в Гродно 4 ноября. Сегодня начался областной этап соревнований среди детей и подростков «Кожаный мяч». Участники турнира выступают в трех возрастных группах. За награды борются дети и подростки 2006-2009 годов рождения, которые не занимаются в специализированных спортивных школах. Сейчас соревнуются девочки и мальчики из Гомеля, Жлобина, Хойников, Житковичей и Калинковичей. Матчи будут проходить на этой и следующей неделе. Сегодня и завтра поединки проведут мальчики младшей возрастной категории. В четверг и пятницу на поле выйдут девочки. На следующей неделе во вторник и среду сыграют футболисты средней возрастной группы, а в четверг и пятницу выступят старшие команды. Все они разыграют путевку в финал, который пройдет в Минске в ноябре. Туда поедет команда «Победитель области». По итогам зональных соревнований себя очень хорошо показали Житковичи, очень сильные лельщицы. Они призеры и финалисты, и даже республиканских соревнований очень хорошо играют Жлобин, Будокошелева. То есть здесь вообще по сути все команды очень сильные собрались, потому что они уже прошли много этапов. Это свои районные, потом зональные. Ну и сейчас уже представляют на областные, так что здесь лучшие из лучших. Завтра стартует открытый чемпионат и первенство Гомеля по стрельбе из лука. В турнирах будут участвовать юноши и девушки в двух возрастных группах. Всего более 20 спортсменов. Цель – выявить сильнейших и перспективных стрелков на уровне города. В дальнейшем они смогут попасть в сборную области. Чемпионат Беларуси по прыжкам на акробатической дорожке прошел в Гомеле. За награды боролись около 40 спортсменов. По результатам соревнований женская и мужская сборные нашей области победили в командном зачете. В индивидуальных прыжках среди девушек отличилась гомельчанка Анна Царикова. Она завоевала золото. Среди мужчин все призовые места у спортсменов нашего региона. Золото у Дмитрия Новоселова, серебро у Даниила Сайкова и бронза досталось Тимуру Юрашкевичу. В Могилеве завершился Кубок Беларуси по дзюдо среди мужчин и женщин. Гомельская сборная привезла пять медалей. Виктория Курлович и Егор Трухан стали третьими в своих весовых группах. Виктория Новикова и Андрей Шимбалев завоевали по серебру. Ульяна Миненкова единственная из гомельских спортсменов, которая привезла домой золото. Гомельчане победили на Спартакеаде области по шахматам среди команд детско-юношеских спортивных школ. В турнире участвовали юноши и девушки 2005 года рождения и моложе. По итогам соревнований команда областного центра завоевала золото. Представители Рогачева увезли серебро, спортсмены из Светлогорска стали третьими. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь4.